Объясни, в чем вот как бы фишка, за что тебя жена похвалила, что ты как-то режешь отслабленного? Смотри, как он режет, Миша, я так не могу нарезать. Аккуратно, вот так кусочек к кусочку. Нет, смотри, Миша, первое всего, надо взять ножик металлический. Металлический. А какое еще бывает? А еще бывает... Я вчера видел на интернете, мужик делал нож из картона. И что он им резал? А он его, наверное, печатал, знаешь, 3D. Вот такая качинка. Боже, ты поточил нож. Я поточил нож, который ты должен был поточить. Так, хорошо, я никогда в жизни не точил. Это естественно. На эту тему есть анекдот. Тоненько-тоненько порезал. А что бы тебе толстым порезал? Потому что невкусно. А, не дошелось. Это у вас, у этих самых блогеров, большому куску рот радуется. А я бы, знаешь, так вот, я бы порезал бы большими кусками, и сделал бы видео, и написал бы, пусть не говорят, что евреи жадные. Это мы можем сделать. Это не жадность. Смотри, мы же все куски сюда выложили, правильно? Но тоненько, чтобы было вкусно. А если ты батон докторской колбасы постругаешь на 4 куска, то это будет невкусно. Ирочка, я тебе расскажу. Когда мне было... Дело даже не жалко. Когда мне было, наверное, 6 или 7. Давай, доедай. 6 или 7. А я рос в простой семье. Папа военный, мама инженер-механик. Вот, значит, там из простой семьи. И пошли мы в гости к каким-то родственникам. А родственники были, типа, очень интеллигентные. Ну, я могу тебе сказать, что мужик, который глава семьи, он был начальником отдела в КБ Илюшинах. О, это ощутимо. Да, да. И вот, значит, интеллигентный дядька на рояль там фигачил, вот такой все-таки. И они что сделали? Вот, Ира, ты как советский человек, ты меня поймешь. Да, я пойму. Значит, вот я снимаю твое лицо. Но она застала. Она застала. Ира, ты помнишь булку, которая называлась «Булка калорийная» за 10 копеек? Нет. Там было немножко изюма и сверху еще орешками присыпано, тертыми. Булку хлеба или булку белого? Мишечка, я спешу тебя разочаровать. Это ваши московские примочки. Питер был голодный город, и у нас такой булки не было. При коммунизме? Не, не, она. Такой булки у нас не было. Вот, пожалуйста, еще один питерский человек. Попрежьте, она называлась, послушайте, официально она называлась «Булка калорийная». У нас не было такой. У нас был докторский хлебец за 10 копеек. Нет, нет, булка не была, булка в смысле, она круглая такая была, но вот булка. Нет, у нас была булочка с изюмом. С изюмом. Это была булочка с изюмом, сверху была присыпана орешками и стоила 10 копеек. Ну, окей, называлась по-другому, но что-то похожее. За 10 копеек. Я обычно что делал? Я играл целый день в футбол с детьми, бегал там и тогда. Прибегал домой, брал стакан молока, эту булочку, съедал булочку со стакана молока и бежал дальше играть в футбол. То есть я знал, что булочка калорийная, за 10 копеек съедается со стаканом молока и идешь дальше. Тут мы приходим к ним в гости, а они культурные, понимаешь? Они взяли эту булочку. И вот, ну не так, как Гарик мясо вот это порезал, нет, это было толще. Но, в общем-то, на довольно изрядное количество ломтиков. Светочка, ты добавляешь к трубовой дорожке моей. Значит, и вот они так порезали эту булочку, знаешь, так, как будто это было, я не знаю, там со святой земли что-то привезли. И я думаю, вот как же люди плохо живут, знаешь? Нет, ну такую булочку, конечно, вряд ли надо резать, потому что если как бы это батон, клеп, то мы, естественно, резали. А это булочка порционная. Это сладкая булочка. Да, она предразумевается порционной, но максимум можно расплавить. Хорошо, давайте так, давайте так, по-питерски вопрос поставим. Сырки глазированные были? Были. За 15 копеек? 15 копеек, да. Все, хорошо, значит, мы на одной платформе. Но сырок глазированный никто же не станет резать на кусочки? Абсолютно нет. Правильно, берешь сырок и съел? Да. Сейчас не такие, но чем-то смахивающие продаются в русских магазинах. Да, есть похожие. Очень большое количество вариаций, тогда вариаций там практически не было, там, может быть, один или два там. Там у нас был один вид только, а сейчас их много раз. Мало того, нужно было прийти в молочный магазин, прийти к открытию, ну, с утра, с утра. Потому что потом уже ничего не было. Да, часов 8-9 уже ничего не было, нужно было пораньше прийти. Да, это верно. Вот, друзья, с такими мыслями мы вот думаем о том, почему нужно было тонко порезать. Для красоты. А что это хоть было-то, что он порезал? Это ветчина, а это буженина. Так, это вот это. Свинина, не богу. Ну, свинина, да, какой-то, я не люблю свинину. Это такой же, как русский, который не любит быстрой езды. Да, примерно. Это индюшка, ребята, а это свинина. Вы не в курсе делали, это индюшка, сделанная из свинины. Вот это индюшка. У меня есть подруга, которая приехала в Израиле первый год, как она искала работу. В итоге она работала в Интеле в Израиле. Она работала в русском магазине и продавала кошерную колбасу, естественно, из свинины. Я говорю, и как? Она говорит, что столько покупателей было, просто не оторваться было. Ты знаешь, в Израиле же пришли мы в маленькую такую кафешку, ну, там буквально три столика стояло. И такой был очень жизнерадостный, средних лет, румынский такой еврей, мордатый, в таком белом, но очень грязном переднике. И он, значит, ну, там обслуживал. У хозяина был. Хозяин. И я между делом его спрашиваю, не кошерный ли у него ресторан. Не в том смысле, что я хотел кошерного, а просто любопытно было. Да. И он, знаешь, его лицо расплылось такой нежностью. И он засветился, и он так мне ласково говорит, свинины хотите? Какая прелесть. Да, да. Я вам забываю, знаешь, как песня, его называли евреем, хоть был он простой армянин. Это какая же связь-то? Это связь. Это я просто так... Это песня? Ты перепутал с другой песней. И кошерно, но волшебно, мужики. А, да, да. Жарили свиные у Шауовов, Тибуршаов. У него есть песня, как он приехал в Израиль. Да. А, к приятелю своему. И там есть такие строки. Жарили свиные шашлыки некошерно, но волшебно, мужики. Ну что же, это к празднику, это хорошо. А насчет вот этого армянина, на самом деле, мы с Игорем смеялись невозможно, когда. Ты в прошлый раз снимал видео, и Игорь, типа, в шутку, не разрешил тебе сорвать формулы. А, кто-то говорит, жадный армянин. Его обвинил, и сказали, что этот жадный армянин не поделился. Я говорю, точно говорите, его называли евреем, хоть был он простой армянин. Я говорю, только наоборот. Вот ровно та же самая ситуация. Светик, как мы посмеялись. Я, честно говоря, даже не думал его открывать. Правильно, но получилось дико смешно. Я ему говорю, что тебе жалко было эту хурму. Он говорит, а Миша не просил. Когда мы были у друзей за неделю, мы ели там. Я думаю, не жалко сейчас, что ее нет. Да. Ну что же, хорошо. Для тебя Thanksgiving это вообще праздник какой-то такой в эмигрантской судьбе? Или что это за праздник? Просто повод выпить? Ты знаешь, Thanksgiving для меня, ну как сказать, не то чтобы прям аж до сердца. До сердца это 4 июля. Так. Для меня. А Thanksgiving для меня как бы хороший праздник. Ну знаю ее историю. Ну да. И хорошо, что выходной не в работе. Ну да. Как бы эмигрантский праздник такой. Ну да, мы выжили. Я понимаю все. Ну для меня большая ассоциация со страной. И для меня, не знаю, вот моему сердцу больше имел независимость, когда я ассоциирую себя со страной, как граждан к этой стране. А поскольку мы приехали, мы приехали в Сент-Гивен. Ну правильно. У вас немножко другие ощущения. Первое, что мы увидели, понимаешь, это было, люди колонны выдвигались к Мэйсис параду. А, ну да. Это красиво. Там где-то в 5-6 утра мы проснулись после перелета. Сейчас я тебе расскажу историю, как мы приехали. Мы приехали 3 января. Горю, тихо, тихо. И в магазинах еще... 3 января? 3 января мы приехали. И в магазинах... И в магазинах... И в магазинах... И в магазинах еще было все украшено под Рождество. И в дорогих, относительно магазинах, играла классическая музыка. Географическая музыка. Это где было? Фриманд. А, уже в Калифорне, да? Да, да. Уже прямо сюда приехали. Мэйсис тогда был дорогой магазин по сравнению с Таргетом, Волмартом и прочим. Но мы тогда пошли как на экскурсии. Вот мы ходим, там играет классическая музыка. Венки еловые висят во всех углах, на всех стенках. Но мы же советские люди. У нас же генсеки мерли просто как... Я не знаю кто. Каждые два года у нас были похороны. Мы уезжали еще из Советского Союза. Последний у нас был... Кто там? Горбачев, да? При нас был, да. При нас. Потом уже все развалилось. После нас. Потом они уже более живучие были. Подожди, не мешай. И мы ходим по месяцу. И смотрим, висят венки, играет классическая музыка. Что должен думать советский человек? Умер хозяин универмага. Неужели это случилось? У меня мама смотрит на все и говорит, наверное, хозяин умер. Так. Мы выходим из этого магазина, идем по улицам и смотрим, на всех домах висят венки. Она говорит, наверное, на большой человек был. На всех домах венки висят. Так. Вы понимаете, да, какой ужас вот этот советский. Ну, потом нам, естественно, объяснили, что это Рождество, с чем это все связано. И что классическая музыка, потому что магазин дорогой. Светлана, у меня в политике не интересовалась. Это было дико смешно. Не интересовалась. А я новости смотрел. И однажды она проходит, а Брежнева в это время орден вручали. Команды. Ну, ему вручают орден какой-то, он любил. Герои Советского Союза. Ну, потому что ты ему вручал. Ну, потому что ты ему вручал. Ну, ему, знаешь, это плечо пририсовывали. Ну, да, у него много. Все не помещались. Много было орденов. Ему что-то очередной раз вручали. Да. А Света, который не дал... Какие-то похороны незадолго этого были там пару раз. Там что-то такое происходило. И там, знаешь, идет такая колонна провожать в последний путь. И там они с подушечками. Каждую награду на отдельные подушечки несет отдельный человек. Такая вот церемония языческая. Ну, а что? Его, значит, и Света так, а просто проходя мимо. Знаешь, она там с кастрюлей или что-то шла. И видит, каким орден вручают. И Света говорит, много за Ленькой подушечек... Да, я его не назвал. Ну, как там? Много за Брежневым подушечек-то понесут. Когда хоронить будут, знаешь? Так и да. То есть у нее ассоциация врученного ордена была с тем, как понесут подушечку. Ну, да. А вы вообще помните, как они стали умирать? Сначала умер не генеральный секретарь, а сначала умер Суслов. Фальтика пошла. Серый кардинал. И все думали, это кто? Как вы все знали, кто? Потом умер этот самый Пельший или кто там еще. А потом уже... Отпустили Брежнева. Потом появился Брежнев, потом появился Черненко. В смысле умер, наоборот. Умер. Исчез. Исчез. Появился на Лафете. Давай так скажем. А потом уже... Семорскую стенку, наверное, имеется. Мы забыли. Так, так. А потом уже после... Черненко, Андропов. Черненко, Андропова стал... О, после Андропова стал Черненко. А потом Горбачев. В то время ботовала такая шутка. Говорит, почему Брежнев часто выступал, а Андропов мало? Потому что, говорит, Брежнев работал от батарейки, а этот от сети. От сети. У нас, я помню, на работе одна девушка погорела в обед. Мы работали в центре, на Невском. И она решила сбегать в пассаж. Как Гарик режет картинку. Где ее, собственно говоря, и взяли. Надо заснять. Да, в то время ловили, при Андропове ловили. Да, они ее взяли и отвезли куда-то. Органы не могли поймать чемпионов. Так они стали ловить граждан. Они ловили, проверяли паспорта. Если у тебя была иногородняя прописка, они проверяли, что ты в командировке, где ты должен быть, или еще что-то. А ленинградцев, они тут же доклад партийную организацию, арест, там все дела. Они проверяли кинотеатры, бани. Кинотеатры, магазины. Парикмахерские. Парикмахерские. Причем выводили прямо с химической завивкой, не давая развиться. Да, то есть им вообще было пофигу. У нас замдиректора института, в котором я раньше работал, у нас в институте был такой, ну, автобусик такой, Рафик, там человек шесть могу съесть, семь. Вот. И он ехал в министерство, которое было в центре города, ну, там два минуты уже. И он ехал с водителем. Он ехал с водителем. Гарик картошку режет. Да, смотрим, да, Гарик режет картошку. Я перерезаю за светлые. Их остановили, Ира, их остановили чекисты. И были в претензии, почему на таком, на целом автобусе, где могло бы ехать там семь-восемь человек, почему они вдвоем делали? Почему они не в Жигулях, когда были? Такой расход. Да. То есть, ну, это была казенная машина, она не то, что на своей. А потому что был тогда лозунг, не делай... Экономика, когда выставай декоративную. Не делай другому то, что ты можешь сделать себе. Тогда слово логистика не знали, но машина должна бы ходить порожней. О, я помню. Пароль не должна. Не должна. Слово логистика такого не имело, русский язык, слово не знали, да? Порожняком. Порожняком не гоняй. И как это, Донбасс порожняк не гонит. Вот есть такая, была такая фраза. Ну, явно порожняк коньяк. Но имелось в виду, что уголь в вагоне едет. Я понимаю. Смотри, засветка приходила, спеределывалась. А что, Горик, какая задача у тебя вот... Значит, я хочу сделать такую картошечку, как бы совсем тоненькую. Во-первых, ее быстрее жарить. Во-вторых, она похожа на ту, которую дают в Макдону. Это где тебя научили? На стройке, в синагоге. Где ты учился? Родители? Я даже не знаю. Это в крови порезать. Меня как вот обрезали, так и прям привили у меня. Понимаешь, смотри, очень легко ее потом жарить. Тебя что, при рождении прям обрезали? Меня обрезали буквально на 10-й день рождения. Ну, то есть, не то, что ты вот сам пошел. Я могу рассказать, как меня обрезали, это целое дело. Сейчас я выпью, я расскажу. Так, ладно, это мы отдельно... А что, это я как-то... Всех как-то обрезали, а не так, как тебя? Нет, обрезали так, но перед этим, как это все делалось, я могу рассказать. Коррек, я тебе могу сказать, что меня подвергли этой процедуре уже в США. Из чисто таких гигиенических целей. И врач, который меня, значит, обрезал, я должен был к нему прийти потом через месяц посмотреть. Ну, чтобы он посмотрел, что получилось. Он был исключительно доволен. Я врач резал, у меня араборезы. Ну, послушай, послушай, ну, он был еврей. И вот, значит, этот врач, этот врач еврей, который вот по этим делам. Он, значит, пришел посмотреть. И, ну, я ему, естественно, показываю, что он там хотел посмотреть. И он смотрит на это дело. И лицо у него, знаешь, довольное, счастливое. И он так говорит мне с глазами полными счастья. Он мне говорит, вот тут, поверху показывает, вот тут надо прямо написать. Сделано доктором таким-то. Ты понимаешь, если бы я на каждом студенте так писал? Миша, у меня история другая. Это более такая страшная. Не страшная, она более, она более таинственная. Но ты еще не выпил. Подожди, это мы отложим. Это должно быть отдельно. Мы берем отложенный спрос. Вы же наиболее серьезный интерес у зрителей. Да. Потому что у меня действительно серьезный спрос. Не тоже надо, геонидические дела. А вот я интересуюсь чем? А когда мы приступим? Вот по времени. Вот прямо сейчас. Ну, картошка же сырая. Да. Не знаю. Мы, по-моему, можем уже сесть закусывать. Подожди, давайте зарядим эту картошку. Подожди. Вместо там это дура стоит. Но это что, обычная картошка? Вот самая, то что, патейто натуральные? Патейто, да. То есть у Светы же есть там масса вариантов. Я не знаю. Старая такая. Она у нас крупненькая, но может кражетная. Обычная картошка. Вот, друзья. Мы умеем находить необычное в обычном. Вот так выкрутить. Нет, она необычная, потому что резал ее с великим мастерством. Да. Проявил великое мастерство. Да. Гарик. Гарик, почему ты с такой точностью ничего не строил, как ты режешь колбасу и картошку? С очень такой точностью великой. Ты что? Да. Самое интересное, мне не давали время построить до конца. Да. Можно было сдавать объект там к седьмому. И вот так он делает теперь всю жизнь. Даже в собственном доме он сдает объект. Надо сдавать там к седьмому мая, там, к девятому в августе. У Гарик есть удивительная история, как прислали из предприятий, там народ прислали на стройку. Центр международной торговли в Москве. И вот, значит, там прислали какой-то народ. Чистая правда. Чистая правда. И там, ну, куда-то он их расставляет, кто-то подметает, кто-то мусор выносит. И там какая-то женщина, он ей говорит, вот не будешь делать там вот это? Он говорит, нет, я так не могу. Она говорит, а что? Я, говорит, только лежа работаю. Гарик начинает думать, где ее можно положить в пользу для дела. И, значит, говорит ей в итоге, в итоге он находит место и говорит, значит, будешь лежать вот тут под карнизом и отсюда соскабливать там какую-то крайнюю гудрун. Гудрун. А что дебил-то? Таких у 150 ходят, они все лежа работают. Я растерялся, конечно. Потом я даже... Я не понимаю, как ты женился с такой психологией? Ну, он, если бы она была маляр, что ли, штукатур, часы... Да, она из этого, из кого-то НИИ была. Какой-нибудь там старший научный сотрудник. А когда она в НИИ-то работала? Да, Лёша? А в НИИ очень многие лежали. Не-не, она так сказала. Да. Я пошутила, а он не пугал. А он не пугал. Я пугал. Да, но он ее, конечно, победил, потому что она вообще офигела. То есть она скаблила этот гудрун. Она скаблила минут 30, пока я не понял, в чем дело-то. Я же растерялся. Но ты воспользовался, когда понял? Я воспользовался, да. То есть она мало то, что гудрун скаблила, так еще и воспользовалась. Ну она не так уж много скаблила там, блин. Но когда я положил на деревянную доску, она лежала на деревянной доске на крыше. И вот буквально на 30 сантиметров она скаблила. То есть ты ее не положил на бетон, ты ей деревянную доску положил? Конечно, конечно. Но я же должен был заботиться о своей... Техника безопасности. Правильно, техника безопасности. Да. Я потом, как я... Вот, блин. Вот, блин. Прислали. Прислали. Смотри, не знаю, лежа работала. Я все разгущался, знаешь. А потом, ребят, так дошло. Да. Ну и как? Все в хлопотах о... Все в мишене. Это как сказать? Ну, кто чему учился? Да. Ладно. Так, Светочка, Светочка, скажи, пожалуйста, какая у нас... Какая последовательность действия? Вот у нас есть картошка, которая сырая. У нас закуски же есть. А все остальное абсолютно готово к употреблению. Ладно, так и надо садиться и кушать. Так, это вот сухофрукты, друзья, Света сушит. Да, без сахара. Без сахара, но есть сушилка. Она сушит, очень вкусно, я рекомендую. А что, какие сухофрукты кладешь? Любые фрукты, я сейчас купила. Да что, сахара там нет, что ли? Нет. Нет, имею в виду, что она не добавляет. Нет, но сахара полно фруктов, конечно. Редактор субтитров А.Семкин